И сперва у нас такая небольшая вставочка, в которой мне хотелось бы поблагодарить людей с никнеймами RedFrog, Смастер и Сейю за подписку третьего уровня на бусти. Ну а теперь приступаем к реакции. И доброго времени суток, мои дорогие подписчики и подписчицы, мы продолжаем просмотр аниме One Piece, по счету у нас идет 415 серия, и мы сразу же будем приступать к просмотру, но перед этим не забывайте, если вы еще не подписаны, обязательно подписаться на канал, ставить лайки, писать ваши комментарии, подписываться на телеграм и на твич, все ссылочки находятся в описании под каждой реакцией, а я же всем желаю приятного просмотра и давайте смотреть дальше. Да, в этом, в этой кофте выгляжу как пиздец, короче, какой-то. Зато тепло. Прости нас, сестра, он не только нас победил, но и спас. Ты следующая будешь драться? Молодец. Довольно. Я не хочу биться. Ну ладно. Она нигде не разбилась. Так. Ладно, тогда верни их в нормальное состояние. Не шлепай. Отшлепал всех, смотри. Что? Ну ты ведь можешь? Они просто меня спасли. Они ничем не навредили, ну пожалуйста. Да, я могу их вернуть. Если ты это сделаешь, это будет плюсом в твою копилочку. Ну, конкретно именно от меня. Я все равно не забуду про то, что ты пнула котика. Но ты встанешь на, как это, путь исправления. Пройдешь такой своеобразный, типа, курс реабилитации. То есть что-то в этом плане в моих глазах. Однако. Однако что? Ты сказал, что тебе нужен корабль. Угу. Да, я хочу встретиться со своими накама. Ясно. Ты можешь выбрать только одно. Либо я возвращаю им жизнь, либо даю тебе корабль. Выбери что-то одно и навсегда забудь про второй вариант. Сложно. Сложно. Я приблизительно понимаю, что он выберет. Скорее всего, он выберет то, что здесь и сейчас. Но потому что выбраться с остров, он все равно попытается найти какой-то способ и добраться до архипелага. Он все равно подумает, типа, ну, это ж не будет означать то, что он выберет их жизнь. Это не будет означать то, что он поставил крест на том, чтобы добраться до архипелага, да? Ну, то есть он приложит все усилия, все там силы, возможности для того, чтобы где-то добраться с помощью Хэнкок, без ее помощи, да? Но он попробует. Но так вообще, типа, сразу, да, сходу этот выбор звучит как выбор между его Накамо, которые вполне вероятно живые, которые, может быть, в его понимании ждут его на архипелаге, да? И выбор между теми, с кем он познакомился совсем-таки недавно, кто помог ему, кто спас его жизнь, да, но с которыми он знаком не то чтобы давно. Но, зная Луфи, все равно он выберет здесь и сейчас. Накамо он своих, это не означает, если он выберет их, это не означает, что он бросит своих Накамо, нет, никоим разом. Он разобьется просто-напросто, не знаю, там, разорвется на клочки, но он найдет способ добраться туда, да? Пусть не столь быстро, если бы это было, к примеру, его, если бы он выбрал корабль, да? Но он найдет тот способ. И, в принципе, где-то как-то на него там, ну, если он потом расскажет про эту ситуацию, никто не будет против того, что он выбрал. Вот этот вариант, он выберет их, однозначно. Выберет их жизнь. Выберет их жизнь. Покажи свое истинное лицо. Правда! Спасибо! Значит, они теперь свободны! Ну что, выкусили? Выкусили! Не ожидали? Это Луфи. Ни секунды сомнений. Мужчина с королевской воли... Мужчина, которого вы хуесосили. Благодаря за жизнь незнакомых людей. Может он... Сестра. Может он что? И сделал это с улыбкой на лице, ни секунды не сомневаясь. Ни секунды не сомневаясь. Это был такой шок, никогда бы не подумала, что мужчина может победить сестер. И сейчас выходят все, знаешь, типа... Живые, не опаменевшие. Ага. Маргарет! Свитпи! Афиландра! Девочки, вот вы где! Я так рада! Я думала, вы превратились в камень! Так и было. Мы так волновались! Мы не думали, что ты будешь защищать этого мужчину! Да, это было неожиданно. Очередной остров, на который прибыли пусть не все мугивары, а один из них. Прибыл только Луфи. Но все равно этот остров уже будет... Ну, так это все выглядит, да? Что они плюс-минус будут рады в случае, если он потом куда-то в дальнейшем вернется сюда вновь. Заметьте, каждый остров, на который прибывают мугивары, ждет их появления вновь. И будут рады. За исключением, наверное, Архипелага. В Архипелаге есть просто несколько людей, которые не против того, чтобы они вернулись, да? Ну, тот же самый там Рейли, тот же самый Красавчик. Как бы будут только за, да? Барменша вот это вот. Вот. Но вряд ли те не Рюббета захотят, типа, чтобы Луфи возвращался. И снова бил им ебальники. Это да. А так все острова до этого, на которых они побывали, ну, они с лобби, это, да, судебный остров. И вряд ли там тоже есть желание у кого-то, чтобы он прибыл вновь. Но я не считаю это за остров, да? Я считаю за остров именно те острова, на котором живут как бы люди, семьи там и так далее, и так далее, и так далее. Типа там, а то есть обычный остров, где живут обычные как бы люди, да? И вот такие вот острова, которые они посещали, на каждом из этих островов их ждут с распростертыми объятиями. И будут им рады безумно. Превратились в камень? Что было? Я вообще не знаю, что произошло. Вы ничего не помните? Ситуация, я вообще не знаю, что произошло. Ты перепутала. Когда мы выходили, мужчина радовался. Здорово! Я не знаю, что бы я делал, если бы вы умерли. Никого нет. Все закончилось? Эй, спасибо! Ситуация все закончилась. Хибихима сама! Пожалуйста, храните верность своей стране. Ну, хорош, обещание она выполнила. Она хотела его таким вот образом подловить, да? Чтобы подловить его на какой-то такой вот... Ну, это не алчно, если была бы, да? Но на желание и преследование непосредственно конкретно именно только своих целей, да? Ну, то есть добраться до острова, по большому счету, как бы, эти девушки для него, ну, ничего не значат. Ну, в ее понимании. Она просто не понимает, что это Луфи, и не понимает он, насколько именно он относится к тем, кто хорошо к нему отнесся в свое время, да? Кто хорошо с ним обошелся, кто с ним подружился, тем более, кто его спас. То есть он все для этих людей сделает. А она же так и вы их еще просто, наверное, не видела на протяжении своего, своей жизни. Она не видела таких людей, которые способны на что-то подобное. И поэтому это был способ такой вот убедить себя в том, что он не тот, кого она в нем где-то как-то начала замечать, да? А он ее убедил вот этим моментом, что он именно тот. Кстати, как лучше? Вот сейчас чуть-чуть темновато, вот так вот будет лучше. Типа, лучше становится видна ту часть всего-то. Типа, чуть-чуть лучше видно меня. Но то, чтобы прям сильно что-то поменялось, наверное, нет, да? Наверное, так вот даже как-то лайтовее. Чуть-чуть темнее, чуть даже как-то приятнее. Наверное. Ну, ладно. Напишите. Вот и все. Я так рада! Да, ваша память должна быть немного смутной сейчас. Я потом расскажу, что было. Маргарет! А что с мужчиной? Ваша память должна быть немного смутной сейчас. Значит, после того, когда ты выходишь из закаменения, то есть когда она тебя возвращает, у тебя вот это вот... Типа, ты чуть-чуть не помнишь то, что произошло. Ну, такая вот своеобразная где-то какая-то побочка, да? После использования этой способности на вас. А то, что они знают, как это работает, это значит, что Хэнкок не впервые кого-то обращает из камня вновь в нормальное состояние. Хибихима сама превратила мужчину в камень? Ага, как же. Не уверена, но, по-моему, его пригласили во дворец. А, ну и что теперь? А, наверное, мне подадут сытный обед после битвы. Я с радостью его приму. Я не сомневаюсь. Какое у вас тут особое блюдо? Мясо. Мясо? Мы так тебя и не поблагодарили. Спасибо. Да нет, спасибо, я не съем. Спасибо, я не съем. Если бы кто-нибудь увидел на... Охуела мне, спасибо предлагать, пожрать дай, собака, ты некрещеная. Спасибо, я не съем. Нахуй, она мне не надо, да? Мясо дай. Тогда я увижу, что ты по-настоящему благодарна. Шеспины, мы бы не смогли остаться в этой стране. Можешь войти. А почему вы бы не смогли остаться? То есть, расскажите мне, пожалуйста. А куда? За занавеску. О, а там еда? Мне кажется, что нет. Нет еды. Эй, ты чего голая сидишь? Как обычно, группа. Но не важно. Ты чего голая сидишь? Бля, ее в заточении держали каком-то. Это метка. Ты сказал. Что видел ее раньше? Взгляни еще раз. Где ты ее видел? Знаешь ее значение? Она мне тоже знакома. Бля, ребят, она мне знакома, но я не знаю, где я ее видел. Много просто может быть разных вариантов. Где-то, может, случайно видел какую-то картинку, где она мне попадалась. Может быть. Может быть, в самом аниме. Или просто она мне что-то напоминает. Но, блин, я не могу вспомнить, честно. Я даже не буду пытаться напрячь память. Но потому что я понимаю, что я не вспомню. Она мне знакома. Но я ничего о ней не помню. Ничего не помню, что с этим связано. Просто помню вот подобный силуэт. Но если я это видел Луфи, значит, скорее всего, и мы это должны были видеть где-то. Я бы мог предполагать, что, может быть, это было изображено на панеглифах, но вряд ли. То есть я просто не помню. Честно, я не помню. Хоть убейте. Отвечай, скорее. Я не хочу ее долго показывать. Ну, она не совсем такая, как та. Я знаю одного рыбочеловека. Его зовут Хачи. Рыбочеловек? Ну да, я спутал ее с меткой у него на лбе. А ты долбоеб. Они похожи. Я не знаю, зачем она. Если ты не знаешь, значит, пришло время тебе рассказать. Старуха Нён, когда ты успела? Расскажи ему правду. Ты ведь засвидетельствовала все собственными глазами. Не волнуйся и расскажи ему все как есть. Ты пират-монки де Луфи, верно? Она так сказала, типа, что ты засвидетельствовала все своими глазами. То есть Луфи сделал что-то, что означает, что ему обязаны где-то как-то это рассказать об этом, поведать ему это. То есть человек отдельный. Знаете, как это обычно бывает, типа, что в каких-то там и аниме, и фильмах, что там пришел человек, сделал что-то подобное, и вот существует какое-то пророчество, что должен был прийти человек, который вот сделает вот это. И вот этот вот человек там станет там тем-тем-тем-тем-тем-тем-тем. То есть здесь это звучит по подобным образом, что он что-то такое вот сделал, что в глазах означает, что они обязаны ему поведать эту историю. Ну, блин, мне поведайте, ебать. Мне интересно. Ну да, откуда ты меня знаешь? Ты слишком неосторожен для человека, потрясшего весь мир, манки. Взгляни на вчерашнюю газету. Этот человек совершил страшное деяние в центре архипелага Саубоди. Когда сразу маху ударил Тенери Юбита, сильно его травмировав. Ай, блядь, лучше буби. Подохуели. Тенери Юбита? Подохуели. Это чудо, что он умудрился сбежать от сильнейших мира сего после такого преступления. А знаете, что в их понимании это означает? Вы прикиньте, насколько сейчас Луфи в их глазах возрос в плане конкретно именно своей силы, да? Типа человек, который был на архипелаге, который не побоялся уебать Тенери Юбита, чего боятся абсолютно все. И боялись также все остальные пираты из Сверхновая, которые находились на этом острове, да? Это означает вызов адмирала, который по-любому просто так их не отпустил бы. А если он сбежал и оказался здесь на Амазон-Вилле, значит, у него получилось, ему удалось сбежать от адмирала, ебать адмирала. И они это понимают. Пусть они не знают, каким образом это случилось, да? И то, что ему где-то как-то именно помогли, помог конкретно именно Бартолом Юкума. Но именно вот в этот момент, именно в эту секунду у них понимание такое, что этот Луфи, о котором говорят, пусть не убил или еще где-то что-то, но смог сбежать от адмирала. Это дорогого стоит. Но ведь он прибыл на столь отдаленный остров всего через два дня. Хотя это очень сложно объяснить. Ты, да кто ты такой? Я ж сказал, меня отправили в полет. Я даже не знаю, где я сейчас. И я правда ударил того тень Рюбета. Ты не знаешь, что эта сволочь сделала с моим другом. Но... Это правда, что ты поднял руку на тень Рюбета? Ну да. Значит, такие идиоты... Ещё существуют на свете! Почему её так это потрясло? А что если её метка каким-то образом связана с тень Рюбета? У неё воспоминания. То, что вокруг всё горит. Заточение. Какое-то именно выжигание какой-то метки. Блин, я сейчас пытаюсь вспомнить о деянии тень Рюбета. Были ли там какие-то символы? Может... Ну, у меня просто начинает такое вот предположение появляться о том, что может быть, это они держали её в заточении? Может, она была рабыней? До тех пор, пока добралась до этого острова? До тех пор, пока она стала как бы императрицей, там, пиратов, да? Вот до этого всего. Или, может, она была, типа, там, пираткой, да? Она просто попала к тень Рюбета, ну, попала на архиплак, хотела выбраться в новый мир, и была там рабыней тень Рюбета, но каким-то образом, типа, там, избавилась от этой вот тирании, смогла оттуда возбежать, я не знаю, и в дальнейшем стать шачебукай. То есть на этом должна быть завязана интересная история. То есть тень Рюбета могут иметь какое-то вот место в ее истории касательно вот этой вот метки. Но это только предположение. Люди, бросающие вызов небесам, не боясь за свою жизнь. Такие, как он. Он. Такие, как он, как кто? А она о ком? Я все тебе расскажу. Про метку на лбу твоего друга и про ее значение. Метку Хачи? Это... Лапа парящего дракона. Метка тень Рюбета. Метка тень Рюбета. Все-таки да. Лапа парящего дракона. Это символ выживается на спине людей, которых купила мировая знать. Не исчезающая метка, созданная, чтобы показать ничтожество ее владельца. Тень Рюбета. Мы трое сестер. Как давно это было. Мы рабы мировой знати. Хочешь больше аниме? Анимедия. Предположение оправдано. Но она... Ну, понимаете, почему я так подумал? Потому что она очень уж эмоционально отреагировала на то, что он ударил. Да? И сказала, что есть еще такие дураки, которые способны делать что-то потом. То есть она в этих вот слезах, в том, как она расчувствовалась, было видно именно как бы уважение по отношению к нему, да? То есть радость типа за то, что кто-то способен дать им отпор. Ну, кто может еще настолько сильно этому быть рад, да? Настолько, что аж просто-напросто слезы текут, да? Как не тот, кто был подвержен именно тирании этих вот людей. И поэтому вот у меня такое предположение возникло. Тихо. Какой озвучил. Включи. Вы рабы? Были. Получается. Мне было 12. По правому борту все чисто. По левому тоже. Блин, симпатяшки были девочки, смотри, маленькие. Ничего в поле зрения. Чисто. Не свались в море. Не смейся надо мной. Я настоящий воин. Да, да. Мы должны за тобой присматривать. А они так же вы жили на Amazon Ville? А наша старшая сестра. Мы тоже поможем. Вы наверняка проголодались. Я принесла поесть. Хэнкок. Они жили на Amazon Ville, потому что этот вот корабль, этот корабль, скорее всего, это корабль именно Amazon Ville, то есть который предназначен для того, чтобы путешествовать и добираться до этого острова. То есть нам об этом говорили. Тоня, Мари, вы где? Мы были внезапно похищены из нашего пиратского корабля. И проданы. С этого момента... С этого момента начинаются события, которые я не хочу вспоминать. Ну, у каждого, наверное, тень любят, а у каждого типа семейства есть своя метка. Это метка одного из них. Мари, тогда я впервые увидела мужчину и испытала ужас. Вот отчего у неё ненависть по отношению к мужчинам. Настолько огромная ненависть по отношению к мужчинам. То есть она начала всех... Всех буквально под копирку, да? То есть видеть. Всех мужчин приравнивать именно к тем, которых она увидела, когда увидела их впервые. То есть первый мужчина в её жизни, которого она увидела, это был День Рюбита, который... доставлял ей огромную боль, который сделал её рабыней, который выжег у неё на спине вот эту вот метку. И в принципе, её ненависть по отношению к мужчинам, ну, плюс-минус можно понять. И до этого момента, до момента знакомства с Луфи, она не видела никого. то есть поняв, что сделал он, увидев много таких вот моментов, то есть то, что он выбрал не корабль и где-то какое-то там своё путешествие, да, а выбрал именно жизнь её подчинённым, с которыми знаком совсем ничего, да, и которые также пытались его убить, которые также за ним охотились, гонялись, он всё равно выбрал их жизнь, да, не в угоду себе. Как бы и потом узнав о том, что он ударил Тинь Рюбета, это убедило её воочию и целиком и полностью, что не все мужчины такие, как она думала, не все, как те, которого она видела вот из Тинь Рюбета, да, что есть именно хорошие, что есть достойные. То есть что-то вот в этом плане, то есть Луфи для неё сейчас сейчас прям очень сильно вырос в её глазах. Я уверен, она будет той из Шичебукай, которая никогда не сможет причинить ему вред. Вот даже после того, что она сейчас уже рассказала, я уже вижу то, что отношение конкретно именно у неё к Луфи будет просто невероятным. в хорошем смысле. Тоня, успокойся! Страшные воспоминания всплывают. Эй, хватит! Ты не обязана всё это рассказывать! Это было ужасно! Никакой надежды! Мы молили о смерти! Эй, ты! Но она ещё говорила о каком-то мужчине. Она же сказала, типа, как он. Это неоспоримое правило. Но однажды мужчина голыми руками взобрался по Редлайн и проник на священную землю Марри Джоа. он нанеселся, что он нанеселся. Это неоспоримое правило. Это неоспоримое правило. Но однажды он был предводителем пиратов и рыболюдей и искателем приключений. Фишер Тайгер. Фишер Тайгер? Он пришёл в тот город, чтобы освободить заточённых рыболюдей. Я о таком не слышал. Да, свобода! Хотя он и презирал людей, но рабы для него были равны. Он освободил всех без исключения. В том числе и вас. Мы бежали изо всех сил, чтобы выжить. Но подождите, Фишер Тайгер, это какой-то предводитель там рыболюдей. Наверное, невероятно мощный. Он напал на Марри Джоа. И просто заставил гореть Марри Джоа. Понимаете, что это означает? Само собой, туда тоже были призваны и вице-адмиралы, и адмирал, и там это, и тоже это. Само собой, где-то кто-то истинно любит, а пострадал. Дай бог. Но он справился, то есть заставил полыхать Марри Джоа и спасся, скорее всего. Это говорит о невероятной его силе. Тем более, что пришел в одиночку. Скрапкавшись по скале. Неплохо. Но я думаю, мы о нем слышим не в последний раз это точно. Мы в неоплатном долгу перед ним. Это он. Тайгер освободил множество рыболюдей, но символ рабства никогда не исчезнет. Если узнают, что вы были рабами, его могут обратно. Тайгер стал еще большим врагом мирового правительства. Освобожденные рабы стали пиратами солнца и уплыли в море. Как будто изменяя проклятие, он превратил гнетущий символ рабства. Метка, что ты спутал с моей, без сомнения, была символом солнца пиратов-рыболюдей. Значит, Хачи в свое время был рабом. Хачи была в форме солнца. Значит, он тоже был рабом. Вполне возможно, что нет. Символ солнца скрывал одинаково тех, кто был рабом, и тех, кто не был. Ну да, это логично, что может быть и так, и так. Более того, Фишер Тайгер уже мертв. А пираты солнца распались и стали собираться в другие команды. А мертв от чего? Своей смертью или же кто-то убил. А, это, не волнуйся, пройдет. Хачи многое пережил. Вот почему наш знак похож на символ того рыбочеловека. Теперь все понятно. К счастью, когда мы были рабами, нас заставили съесть фрукты Миромера и Хеби-Хеби, так что мы смогли обмануть деревню. Если бы ты не закрыл спину Сони, мы бы стали изгнанниками этого острова. Понятно. Короче, все знают о мировом правительстве, само собой. Все знают о Тинель-Юбита. Абсолютно все, так же, как и все люди на острове Амазон-Вилли. Наверное, да? И никто никогда не нарушал это правило касательно того, чтобы бросить вызов Тинель-Юбита, да? То есть, это запрещено. Запрещено мировым правительством. И на это способен далеко не каждый. Но мы знаем вот такого вот Вишн-Тайгера этот вот, да? И знаем как бы Луфи, которые смогли бросить им вызов. Более никого пока что. Вот. И выходит, что если бы увидели их метку, это было бы понимание для всего острова и всех людей, которые на нем живут, понимание того, что все эти три сестры, то бишь Хэнкок и две ее сестры, были на самом деле рабами, и они беглые рабы. Беглые рабы, которые не продолжают, то есть, не перестают быть рабами мировой знати, мирового правительства. И то, что это может навлечь беду на сам остров. Потому что, если где-то когда-то кто-то узнает о том, кем они являются, то, что они были рабами, то есть, за ними вполне вероятно могут прийти и при этом всех остальных на острове принять как за соучастников, которые скрывали беглых рабов. Ну, то есть, я это так вижу, из-за этого они это скрывают. И придумали они вот подобную историю для того, чтобы обезопасить свои спины, обезопасить, чтобы их никто не видел. Они, исходя из того, что попробовали фрукты, которые двух превращают в змей, зоаны, а третью третий дарит способность обращать людей в камень, то бишь, собственно, как медуза Гаргона в сказаниях, там везде и повсюду, я думаю, что такое, наверное, сказание есть как бы и в One Piece, какие-то такие вот легенды. И в нашем мире есть такие легенды, мы это знаем. Это все-таки мифология, да? И они придумали вот такую вот историю, что они победили такую вот, это вот, типа своеобразную какую-то Гаргону, и победив ее, они получили от нее вот эти вот силы, то есть превращаться в змей и плюсом обращать людей в камень, да? И при этом получили проклятие в виде метки на спине, которую, если кто-либо увидит, то также обратится в камень. И это заставляет людей, которые живут на острове, на Амазон-Люле, заставляет бояться смотреть на их спины, то есть это обезопасивает их очень сильно. Понятно. Все, все вроде бы вот так. Я просто сейчас объяснил все это для того, чтобы себе, у себя в голове разложить это по полочкам, как бы, вот так вот типа от начала до конца для большего именно понимания. Не то чтобы для вас, понятно, что вам это и так все понятно, то есть я не вам это стараюсь объяснить, а пытаюсь именно все это разложить у себя в голове. Я не хочу, чтобы кто-то знал о нашем прошлом. Даже если мне придется обманывать страну. Я не хочу, чтобы кто-то знал о нашем прошлом. мы никогда не расслабимся. Я больше никому не позволю мной командовать. Но бабуля знает об этом. Бабуля знает о этом. То есть ей они где-то когда-то рассказали, значит, либо она увидела сама. Сестра! Бабуля-нян, она же знает. Ты уже давно не показывала никому своих настоящих чувств. Я уже начала думать, что Сибихима сама превратилась в ледышку. Сейчас пизды получишь. Не. Молчи! Предательница, оставившая свою страну. А почему предательница? Когда вы сбежали от Чен-Рюбит, а вы не знали, как вернуться на родную землю. кто показал вам дорогу обратно? Все благодаря тому, что я жила за пределами острова. Решила вспомнить это одолжение? Что ты сказала? Бабушка-нян, да, да, я присматривала живыми, как настоящая мать. Да, да. И ты называешь это одолжением? Хибихима! То есть нён была из тех, кто ушёл с Амазон Лилии, жил где-то, жила где-то вдали, и просто-напросто они когда-то сбежали, попались где-то как-то ей, да, она увидела и знала о них метках, она знала о том, что они с Амазон Лилии и помогла им сюда добраться вновь. Ну и они собственно как бы да, ну и осталась потом в дальнейшем здесь. Окей. Отпустите меня, Мари и Соня! Ты ты меня презираешь, потому что я рабыня? Да ему всё равно. Чё? Абсолютно. Котика ты пинаешь, Людей своих камень обращаешь, что они очень хорошо. А так ему абсолютно похуй. Да о чём ты? Я же говорю, я ненавижу тебя не Рюбита. Ты мне нравишься. У тебя было ещё одно желание. Скажи, куда ты направляешься и я одолжу тебе корабль. Правда? Это похоже на плюс секс. Луфи это конечно не нужно, но с виду обычно постоянно в таких моментах рисует пигментация под глазами в такой ситуации, когда кто-то очень сильно начинает смущаться, влюбляться в человека. Всё, она преисполнила с Луфи. Всё, пишите в комментариях Луфи плюс секс. А всё, на этом конец. Окей, хорошо. Хорошо. Довольно спокойная, интересная серия, также информативная, поведали историю, то есть чуть больше узнали о Тени Рюбетте, чуть больше узнали о Хэнкок, о том, какая она на самом деле, то есть то, какой мы её видели, ей плюс-минус приходится такой быть, она просто-напросто держит лицо, бабуля знает её настоящей, вот она настоящая, предстала перед нами в конце, а так, по факту, именно вот эта вот её грубость, это вот её дерзость, это вот её жестокость, это всё такое вот притворство во имя того, чтобы вот, ну, как бы это нужно, это нужно, нельзя давать слабину, то есть она боится дать кому-то подчинять себя, то есть то, как было раньше, она боится того, что с ней произошло в детстве, да, и поэтому сама добивается подчинения от всех, при этом подобным образом, да, то есть будучи такой вот жестокой, не даёт слабину, то есть отчасти её можно понять, вот, плюсом мы это всё по итогу, где-то как-то и та история, которую мы знали раньше, и то, что происходило раньше с Мугиварами на Архиплаге, всё вот это вот, эта вот история и эта часть, эта вот арка где-то как-то вот этой вот историей связывает это в одно целое, я бы даже не сказал бы, что это ответвление какое-то от Архипелага, да, это совершенно другой остров, правильно, что арку назвали Амазон Лили, потому что находится он на этом острове, это да, вот, но оно всё очень плавно и красиво взаимосвязано, хорошо, хорошо, на этом ещё всё не закончено, понятное дело, то есть она сказала, что даст ему корабль, это факт, скорее всего, поможет каким-то образом добраться, ну и понятное дело, она порасспрашивает его о том, всё-таки как он попал, что с ним произошло, что было на Архипелаге после того, когда он ударил тень Рьюбита, то есть она не сможет не порасспрашивать его об этом, а Луфи само по себе, он простой человек, он возьмёт и всё расскажет, как на духу, как оно и есть, ни капельки не соврал, да, в своей манере, в том, как он это всё видел, может быть это как-то именно по-тупому всё это выразит, но расскажет именно всю ситуацию, как она обстояла, расскажет про Бартолом Юкума, и может быть она сможет что-то знать о Бартоломе Юкума, да, или имеет какую-то с ним связь, и может она поможет ему по итогу найти остальных членов его команды, да, это одно, блядь, а не, она не знает этого, я просто, у меня появилась в голове мысль, что она расскажет Луфи, типа то, что Эйса казнят, да, вот, но коим хуем она будет ему это рассказывать, если она абсолютно вообще в душе не ебёт, типа что Эйса и Луфи это братья, да, как бы, то есть эти вещи у неё не связаны, поэтому, да, она ему этого не рассказывает, а то я уже хотел было сказать, что она ему расскажет про это, и типа там Луфи попиздит там спасать Эйса, нет, не она ему это поведает, только если Луфи, конечно, в своём где-то каком-то разговоре и рассказе не упомянет имя Эйса, если она, если он это упомянет, то да, она, собственно, расскажет, потому что её приглашали вот на эту казнь, либо же она может рассказать ненароком в разговоре, ненароком, сказав, что нужно справиться за такое, так, к примеру, типа там количество дней, добраться до архипелага, потому что ей в дальнейшем нужно отправляться там туда-туда-туда, потому что её вызвало, она является Шичебука, её вызвало мировое правительство на казнь какого-то Эйса. Так это может случиться. Или это может случиться подобным образом, что она попытается предостеречь Мугивар, да, и сказать, что вот какое-то время попытайтесь стараться, попытайтесь держаться подальше там того-то места, потому что там будет скопление, огромное скопление как бы сил мирового правительства, потому что там будет казнь Эйса, и там будет где-то какой-то Белуз. То есть, еще есть вероятность того, что именно она поведает Луфи о казне Эйса. Пусть и ненароком. Вот, то есть, нас еще, наверное, вот это вот все ожидает. Так что, хорошо, серия интересная. Серия мне понравилась, посмотрел с удовольствием. И жажду продолжения. Вот, ну а на этом моменте с вами, ребята, буду заканчивать и буду прощаться. Надеюсь, что вам понравилась эта реакция. И всем доброго дня, доброго вечера. Увидимся уже совсем скоро в новых реакциях, как на это аниме, так и на другие. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok